Старший тренер сборной Аман Шаньязов. Михаил Клименко тренирует Елену Мухину, чемпионку Европы 1977 года. Относишься к нему вроде так, пустя рукава, а он еще далеко не готов. Нет того, чтобы ты ежедневно на каждой тренировке это все повторяла. Не согласны? Согласна. Почему ты иногда сопротивляешься? Дуешься, плачешь. Это ж тяжело. Ну просто тяжело, значит с этим мириться можно, поэтому ты плачешь. Надя Камманыч преподнесла такой урок в 1975 году на чемпионате Европы. Вышла и показала упражнение сильнее, чем у наших лидеров. Показала и выиграла. То есть мы уже не являлись законодателями трудностей на международной арене, а сравнялись. То есть и румыны могли показывать сложную программу и какие-то новые элементы. Какова твоя программа, как она готова, как ее довести до кондиции? Чистить много. Много чистить. Занятие ведет хореограф сборной Лилия Соково. Самое трудное в жизни сделать простое. Просто ходить, красиво сидеть, красиво ходить, красиво держаться. Просто, казалось бы, все просто. Вот здесь очень простой финал. Сколько я бьюсь? Значит, его надо сделать предельно выразительно. Не выпускает настроение зрителям. Разозлилась. Разозлилась. Никакого равнодушия. И нет, и не будет. Вот. Строгнуть надо. А ты мне. Лютики. Чего смеешься? Смеешься, будешь еще делать. Евсей Дальевич, нам стыдно, но мы еще пойдем. Ладно, Зайенька, давай отдохни и все-таки дело сделай. Консультант сборной Владимир Заглада. Тренер Геннадий Коршунов. И для них тренер не просто тренер, он для нее и отец. Он для нее наставник, он для нее помощник, он для нее и мать. Заменяет всех. А особенно в женской гимнастике, в основном сейчас много мужчин-тренеров. Каждое лживое слово для нее здесь, и лживое слово в обиходе, это приносит губительную реакцию. Если тренер когда-нибудь кажется не то словом, а кажется лживым, понимаете, нечестным, и гимнастка это почувствует. Тренеру кажется, что он замаскировался, но гимнастки очень тонко чувствуют тренера, они его знают, они ему верят. И они тоже меняются, понимаете, в худшую сторону. Действительно, в грязных руках цветы вяну. А гимнастка и тренер это как в природе, на благоприятной почве цветы растут. Если относиться к ребенку без уважения, он это почувствует и результата не будет. И все-таки они остаются детьми, у них и радость, и шалость остаются. Они бывают и немножко обидчивые, не по делу. Все, что говоришь, все, что пытаешься им передать свое, в них остается. Вот зернышки эти прорастают. Приятно с ними работать тогда, когда они остаются детьми и остаются именно девочками, когда они улыбаются. Вот это совсем другие люди. Они здесь работают. Для них это тяжелый труд. А уже когда они не работают, они становятся самими собой. Так вот, я всегда в своей работе пытаюсь, чтобы они к этой работе относились как к красивой игре, которая бы пробудила в них прекрасное, что мы привыкли видеть. Например, Маша Килатова, радостный ребенок, она с ней легко. Она всегда легкая в работе. Она идет всегда навстречу. Вы открываете в ней каждый день что-то новое? А не каждый ребенок. Во-первых, они проходят большую нагрузку физическую. Плюс еще от рождения. Так же бывает. Ребенок, которому чаще хочется погрустить. А грустить у нас нельзя. И все-таки мы находим подход к какой-то лирической теме. Я думаю, здесь какая-то специфическая красота в том, что я пытаюсь объяснить им, что это будет самое-самое красивое, что это будет самое оригинальное. Это будет необычная красота. Это именно будет изюминка всей комбинации. Что это украсит не только тебя, но украсит всю нашу общую гимнастику. Спасибо. Спасибо. Спасибо.